Никогда такого не было, и вот опять зима снова застала врасплох коммунальные службы. Резкие перепады погоды, снегопады и ледяные дожди из года в год причисляют к чрезвычайным ситуациям. Как результат, каждую зиму горожане вынуждены мириться с гололедом на тротуарах и глубокими колеями на дорогах. Снижение качества содержания автомобильных дорог в зимний период, в первую очередь, обусловлено не совсем благоприятными погодными условиями. Это первая позиция, вторая позиция техническим износом, специализированной уборочной техники. И, кроме этого, отсутствие достаточного количества механизаторов и рабочих, в том числе связанное с тем, что имело место быть сезонные вирусные и простудные заболевания. В декабре прошлого года из-за некачественной уборки дорог ДЭП оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей. Будут ли санкции в январе, пока непонятно. Предприятие борется с последствиями погодных аномалий. По словам Сергея Лобанова, дороги первой очереди уже практически полностью приведены в порядок. Сейчас идет борьба с колейностью на дорогах второй и третьей очередей. Сотрудники ДЭП выходят на работу в две смены. На улицах работают четыре гидромолота. С той наледью, что образовалось за последние недели, по уверениям специалистов, справится только эта техника. Образовался лед. И какими-либо другими методами и способами пытались и Амкадорами, и Грейберами. Но учитывая то, что период был перехода, это шел снег с дождем. Буквально в течение часа произошло понижение температуры. Потом температуры ушли к 30 градусам. Сейчас это достаточно плотный лед, который взять, наверное, можно только гидромолотом. Если снова не вмешается погода, дороги в городе обещают привести в порядок в течение ближайших двух недель. А вот избегать в будущем подобных проблем никто не зарекается. Главная беда ДЭП – нехватка кадров. За три года численность сотрудников предприятия сократилась почти вдвое. Если три года назад на одну единицу техники было два механизатора, сейчас один механизатор на две единицы техники. Как переломить ситуацию, пока непонятно. Подобные проблемы и в центре ЖКХ. Для качественной и своевременной уборки территории не хватает техники и людей. Для того, чтобы снивелировать вот эти пики по уборке, необходимо иметь на предприятии определенный запас людей, техники и всего остального. Так вот, пик у нас возникает в уборке, скажем так, зимой 3-4 раза. А содержать этот запас нужно на протяжении всего года. Соответственно, с точки зрения экономики, это не совсем эффективное вообще использование средств и всего остального. На сегодняшний момент еще раз готового решения по данной системе у меня нету, а она пока обсуждается. Чтобы решить вопрос, необходимо пересматривать содержание муниципальных контрактов на уборку и содержание территории, уверен Николай Шестопалов. Но ответ на вопрос, каким именно образом, пока не найден. Решат ли его к следующему сезону, тоже неизвестно. Поэтому и новая зима может стать для коммунальных служб полнейшей неожиданностью. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.